Куда? Отсели вижу, что такое. Во-первых, слушай, прав ли я? Простая русская семья, гостям усердие большое, варенье, вечный разговор про дождь, про лен, поскокный двор. Я тут еще беды не вижу. Да скука, вот беда, мой друг. Я модный свет ваш ненавижу, милее мне домашний круг, где я могу... Опять оклога, да полно, милый, ради бога. Ну что ж, ты едешь, очень жаль. Ах, слушай, Ленский, да нельзя ль увидеть мне Фелиду эту? Предмет и мысли, и пера, и слез, и рифм, etc. Представь меня, ты шутишь? Нет. Я рад. Когда же? Хоть сейчас. Они с охотой примут нас. Поедем. Поскакали, други, явились. Им расточены порой тяжелые услуги, гостеприимные, старинные. Обряд известный, угощение. Несут на блюдечках варенье, на столик ставят вощиной, кувшин с брусничной водой. Они дорогой самой краткой, домой летят во весь опор. Теперь послушаем украдкой героев наших разговор. Ну что ж, Онегин, ты зеваешь. Привычка, Ленский. Но скучаешь ты как-то больше. Нет, равно. Однако в поле уж темно. Скорей, пошел, пошел, Андрюшка. Какие глупые места. А, кстати, Ларина проста, но очень милая столушка. Боюсь, брусничная вода мне не наделала б вреда. Скажи, которая, Татьяна? Да та, которая грустна и молчалива, как Светлана, вошла и села у окна. Неужто ты влюблен в меньшую? А что? Я выбрал бы другую. Когда б я был, как ты, поэт? В чертах у Ольги жизни нет. Точь-в-точь в мандиковой мадонне, Кругла, красна лицом. Она, как эта глупая луна, На этом глупом небосклоне. Владимир сухо отвечал, И после его весь путь молчал. Меж тем, Онегина явление у Ларина произвело На всех большое впечатление, И всех соседей развлекло. Пошла догадка за догадкой, Все стали толковать украдкой, Шутить, судить не без греха, Татьяне прочь от жениха. Иные даже утверждали, Что свадьба слажена совсем, Но остановлена за тем, Что модных колец не достали. А свадьбе Ленского давно У них уж было решено. Татьяна слушала с досадой Такие сплетни, Но тайком с незъяснимую отрадой Невольно думала о том. И в сердце дума заронилась, Пора пришла, она влюбилась. Так в землю падшее зерно Весны огнем оживлено. Давно ее воображение, Сгорая мегой и тоской, Алкало пищи роковой. Давно сердечное томление Теснило ей младую грудь, Душа ждала кого-нибудь. И дождалась, открылись очи. Она сказала, это он. Увы, теперь и дни, и ночи, И жаркий одинокий сон. Все полно им, все деве мило. Без умолку волшебной силой Твердит о нем. Докучны ей и звуки ласковых речей, И взор заботливой прислуги. В уныние погружена. Гости не слушает она И проклинает их досуги, Их неожиданный приезд И продолжительный присест. Теперь, с каким она вниманием Читает сладостный роман, С каким живым очарованием Пьет обольстительный обман. Счастливые силы мечтания, Одушевленные создания, Любовник Юлии Вальмар, Малек Адель и Делинар, Ивертер, мученик мятежный, И бесподобный Грандинсон, Который нам наводится. Все для мечтательницы нежной Вегиный образ облеклись, В одном о негине слились. Воображаясь героиней, Своих возлюбленных творцов, Кларисой, Юлией, Дельфиной, Татьяна в тишне лесов, Одна с опасной книгой бродит. Она в ней ищет и находит Свой тайный жар, Свои мечты, Плоды сердечной полноты. Вздыхает, И себе присвоя, Чужой восторг, Чужую грусть, В забвине шепчет наизусть Письмо для милого героя. Но наш герой, Кто б ни был он, Уж верный был, Неградинсон. Свой слог, На важный лад настроя, Бывало пламенный творец, Являл им своего героя, Как совершенство образец. Он одарял предмет любимый, Всегда неправедно гонимый, Душой чувствительный, Умом и привлекательным лицом. Питая жар чистейшей страсти, Всегда восторженный герой, Готов был жертвовать собой. И при конце последней части, Всегда наказан был порог. Добру достойный был венок. А нынче все он и в тумане, Морально нас наводит сон, Порог любезен, И в романе, И там уж торжествует он. Британская муза небылицей Тревожит сон от раковицы. И стать теперь ее кумир, Или задумчивый вампир, Или мельмот, Бродяга мрачный, Или вечный жид, Или корсар, Или таинственный сбагар, Лорд Байрон, Прихотью удачный, Облег в унылый романтизм, И безнадежный эгоизм. Друзья мои, Что ж толку в этом? Быть может, Волею небес Я перестану быть поэтом? В меня вселится Новый бес, И фебовый призрев угрозы, Унижусь до смиренной прозы. Тогда роман на старый лад Займет веселый мой закат. Не муки тайные злодейства Я грозно в нем изображу, Но просто вам перескажу Предание русского семейства, Любви принятельные сны, Да нравы нашей старины. Перескажу простые речи Отца, Или дяди старика, Детей условленные встречи, У старых лип, У ручейка, Несчастные ревности, Мучения, Разлуку, Слезы примирения, По ссору вновь, И, наконец, Я поведу их под венец. Я вспомню речи Ниги страстной, Слова тоскующей любви, Которые в минувшие дни У ног любовницы прекрасной Не приходили на язык, От коих я теперь отвык. Татьяна, Милая Татьяна, С тобой теперь я слезы лью, Ты в руки модного тирана Уж отдала судьбу свою. Погибнешь, милая, Но прежде Ты в ослепительной надежде Блаженство темное зовешь, Ты негу жизни узнаешь, Ты пьешь волшебный яд желаний, Тебя преследуют мечты, Везде воображаешь ты Приюты счастливых свиданий, Везде, Везде перед тобой Твой искуситель роковой. Тоска любви И Татьяна гонит, И в сад идет она грустить, И вдруг недвижный очи клонит, И лень ей далее ступить. Приподнялась грудь, Ланиты Мгновенным пламенем покрыты, Дыхание замрало в устах, И в слухе шум, И блеск в очах. Настанет ночь, Луна обходит, Дозором дальний свод небес, И соловей вам для древес Напевы звучные заводит. Татьяна в темноте не спит, И тихо с няней говорит. Не спится, няня, Здесь так душно, Открой окно и сядь ко мне. Что, Таня, что с тобой? Мне скучно, Поговорим о старине. О чем же, Таня? Я бывала, хранила в памяти Немало старинных былий, небылиц, Про злых духов и про девиц. А нынче все мне темно, Таня. Что знала, то забыла. Да, пришла худая череда, Зашибла. Расскажи мне, няня, Про ваши старые года. Была ты влюблена тогда? И полно, Таня, В эти лета мы не слыхали про любовь. А то бы согнула со свет Меня поклонница свекровь. Да как же ты венчалась, няня? Так видно, Бог велел. Мой Ваня, Моложе был меня мой свет, А было мне тринадцать лет. Неделю-две ходила сваха К моей родне, И, наконец, благословил меня отец. Я горько плакала со страха, Мне с плачем косу расплели, До спенья в церковь повели. И вот ввели в семью чужую. Да ты не слушаешь меня. Ах, няня, няня, я тоскую, Мне тошно, милая моя. Я плакать, я рыдать готова. Дитя мое, ты нездорова. Господь, помилуй и спаси. Чего ты хочешь попроси? Дай окроплю святой водой, Ты вся горишь. Я не больна. Я, знаешь, няня, влюблена. Дитя мое, Господь с тобою. И няня девушку с мольбой Крестила дряхлой рукой. Я влюблена, шептала снова Старушке с горестью она. Сердечный друг, ты нездорова. Оставь меня, я влюблена. И между тем луна сияла, И томным светом озаряла Татьяны бледные красы И распущенные волосы, И капли слез, и на скамейке Предгероиня молодой С платком на голове седой Старушку в длинной телогрейке И все дремало в тишине При вдохновительной луне. И сердцем далеко носилась Татьяна, смотря на луну. Вдруг мысль в уме ее родилась. Пади, оставь меня одну. Дай няне мне перо, бумагу, Да стой подвинь, я скоро лягу, прости. И вот она одна. Все тихо, светит ей луна. Облакотясь Татьяна пишет, И все Евгения на уме, И в необдуманном письме Любовь невинной девы дышит. Письмо готово, сложено. Татьяна, для кого ж она? Я знал красавиц недоступных, Холодных, чистых, как зима, Неумолимых, неподкупных, Непостижимых для ума. Двился я их с песней модной, Их добродетели природной, И, признаюсь, от них бежал, И мниться с ужасом читал, Над их бровями надпись ада. Оставь надежду навсегда. Внушать любовь для них вида, Пугать людей для них отрада, Быть может, на берегах невыподобных, Там, не дали вы. Среди поклонников, послушных, Других причудниц я видал, Самолюбиво, равнодушных, Для вздохов, страстных и похвал. И что ж нашел я с изумлением, А не суровым поведением, Пугая робкую любовь, Ее привлечь умели вновь. По крайней мере, с ожелением, По крайней мере, звук речей Казался иногда нежнее. И с легковерным ослеплением Опять любовник молодой Бежал за милой суетой. За что ж виновнее Татьяна? За то, что в милой простоте Она не ведает обмана И верит в избранную мечту. За то, что любит без искусства Послушное влечение чувства. Что так доверчива она, Что от небес одарена Воображением мятежным, Умом и волею живой И своей нравной головой. И сердцем пламенем и нежным. Уже ли не простите ей В легкомыслия страстей? Кокетка судит хладнокровно, Татьяна любит и шутя, И предается, безусловно, Любви, как милое дитя. Не говорит она, отложим, Любви мы цену тем умножим, Вернее, в сети заведем Сперва славе по днём. Надеждой там недоумение, Измучим сердце, а потом Ревнивым оживим огнём. А то, скучая наслаждением, Невольник хитрый языков, Сейчас на вырваться готов. Ещё предвижу затруднение, Родной земли спасая честь, Я должен буду, без сомнений, Письмо Татьяны перевести. Она по-русски плохо знала, В журналах наших не читала, И выражалася с трудом На языке своём родном. И так писала по-французски, Что делать? Повторяю вновь, До ныне дамская любовь, Не изъяснялась я по-русски, До ныне гордый наш язык, К почтовой просьбе не проникай. Я знаю, дам хотят заставить Читать по-русски, Право-страх, Могу ли я себе представить С благонамеренно в руках? Я шлюсь на вас, мои поэты, Не правда ли милые предметы, Которым за свои грехи писали в тайну стихи, Которым сердце посвящали, Не все ли русским языком, Владея слабо и с трудом. И вот так мило искажали, В их устах и язык чужой Не обратился ли родной. Не дай бог мне сойтись на бале, И при разъезде на крыльце С семинаристом желтой шали, Иль с академиком чипцем. Как куст румяных без улыбки, Без грамматической ошибки. Я русской речи не люблю, Быть может, на виду моей Красавиц новых поколений, Журналов, вновь малящий глаз, Грамматики приучат нас. Стихи ведут к употреблению, Но я, какое мне дело, Я верен в старинный. Неправильный, непрежный лепет, Неточный выговор речей, По-прежнему сердечный трепет Произведут в груди мне. Раскаяться во мне нет силы, Мне галицизмы будут нига, Как прошлой юности грехи, Как Богдановича стихи. Но полно мне пора заняться Письмом моей красавицы. Я слово дал, и что ж ей едет, Теперь готов уж отказаться. Я знаю нежного парня, Перов не в моде в наши дни. Певец перов и грусти томной, Когда бы еще ты был со мной, Я стал бы просьбой нескромной Тебе тревожит милый дом, Чтоб на волшебные напевы Переложил ты страстной девы И на пламенные слова. Где ты? Приди, свои права, Передаю тебе соклон, Но посреди печальных скал Отвыкнув сердцем от похвал Один под финским небосклоном, Он бродит, и душа его Не слышит горя моего. Письмо Татьяны предо мною, Его я свято берегу, Читаю с тайною тоскою, И начитаться не могу. Кто ей внушал и эту нежность, И слов любезную небрежность, Кто ей внушал умильный вздор, Безумный сердце разговор, И увлекательный, и вредный, Я не могу понять. Но вот неполный, слабый перевод С живой картины список бледный Или разыгранный фрейшиц Перстами робких учениц. Я к вам пишу. Чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, В вашей воле Меня презрением наказать. Но вы, К моей несчастной доле, Хоть каплю жалости храня, Вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, Моего стыда Вы не узнали б никогда, Когда б надежду я имела, Хоть редко, Хоть в неделю раз, В деревне нашей Видеть вас. Чтоб только слышать ваши речи, Вам слово молвить, И потом Все думать, Думать об одном, И день, И ночь, До новой встречи. Но, Говорят, вы не людям, В глуши, В деревне Все вам скучно, А мы Ничем мы не блестим, Хоть вам и рады Простодушно. Зачем вы посетили нас В глуши забытого селения? Я никогда не знала б вас, Не знала б горького мучения, Души неопытной волнения, Смирив со временем, Как знать? По сердцу я нашла бы друга, Была бы верная супруга, И добродетельная мать. Другой? Нет, Никому на свете Не отдала бы сердце я, То в вышнем суждено совете, То воля неба. Я Твоя. Вся жизнь моя была залогом, Свидание верного с тобой. Я знаю, Ты мне послан Богом, Да гроба ты, Хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся, Незримый, Ты мне был уж мил, Твой чутный взгляд Меня томил, В душе Твой голос раздавался Давно. Нет, Это был не сон, Ты чуть вошел, Я в ник узнала, Вся обомлела, Запылала И в мыслях молвила. Вот Он. Не правда ли Я тебя слыхала? Ты говорил со мной в тиши, Когда я Бедным помогала Или молитвой услаждала Тоску волнуемой души. И в это самое мгновение Не ты ли милое видение В прозрачной темноте мелькнул, Приникнул тихо к изголовью, Не ты ли с отрадой и любовью Слова надежды мне шепнул. Кто ты? Мой ангел или хранитель? Или коварный искуситель? Мои сомнения разреши? Быть может, Это все пустое, Обман Неопытной души И суждено Совсем Иное. Но Так и быть. Судьбу мою Отныне я тебе вручаю. Перед тобою Слезы лью, Твоей защиты Умоляю. Вообрази, Я здесь одна, Никто меня не понимает, Рассудок мой Изнемогает, И молча Гибнуть я должна. Я жду тебя Единым взором Надежды сердца Оживи, Или сон тяжелый Перерви, Увы, Заслуженным укором. Кончаю. Страшно Перечесть, Стыдом И страхом Замираю, Но Мне по рукой Ваша Честь, И смело Ей Себя Веряю. Татьяна То вздохнет, То охнет, Письмо Дороги В ее руке, Обладка розовая Сохнет На воспаленном языке, К плечу Головушка Склонилась, Сарочка Легкая Спустилась С ее прелестного Плеча, Но вот уж Лунного луча Сияни гаснет, Там долина Сквозь пар Преяснеет, Там поток Засеребрился, Там рожок Пастуший Будет Сиренина, Вот утро, Встали все Давно, Моей Татьяне Все равно. А на заре Не замечает, Сидит с понившей Главой, И на письмо Не напирает Свои печати Вырезной, Но дверь Тихонько Отпирая, Ужьей Филиппьевна Седая, Приносит На подносе Чаи. Пора, Дитя мое, Вставай. Да, Ты красавица Готова. О, Пташка ранее Моя, Вечер уж Как боялась Я. Да, Слава Богу, Ты здорова, Тоски ночной И следу нет, Лицо твое Как маков цвет. Ах, Няня, Сделай одолжение, Изволь, Родная, Прикажи, Не думай Право подозрения, Но видишь, Ах, Не откажи, Мой друг, Вот Бог тебе Порука. Итак, Пошли тихонько Внука, Запиской Этой, О, К тому, К соседу, Довелеть ему, Чтоб он не говорил Ни слова, Чтоб он не называл Меня. Кому же, Милая моя? Я нынче стал Бестолков, Кругом соседей Много есть, Куда мне их И перечесть. Как недогадлива Ты, Няня, Сердечный друг Уж я стара, Стара, Тупеет разум Таня, А то Бывало я востра, Бывало слово Барской воли. Ах, Няня, Няня, Да того ли, Что нужды Мне в твоем уме? Ты видишь Дело о письме К Онегину? Ну, Дело, Дело. Не гневайся, Душа моя, Ты знаешь, Непонятная я. Да что ж Ты снова Побледнела? Так, Няня, Няня, Право ничего, Пошли же Внука своего. Но день протек, И нет ответа, Другой настал, Все нет, Как нет, Бледна, Как тень, С утра Одета, Татьяна ждет, Когда же ответ. Приехал Ольгин обожатель, Скажите, Где же Ваш приятель? Ему вопрос Хозяйки был. Он что-то Нас совсем забыл, Татьяна, Вспыхнув, Задрожала, Сегодня быть Он обещал, Старушке Ленске Отвечал. Да, Видно, Почта задержала, Татьяна Потупила взор, Как будто Слышав Злой укор. Смеркалась, На столе Блистая, Шипел Вечерний самовар, Китайский Чайник Нагревая, Под ним Клубился Легкий пар, Разлитый Ольгиной Рукою, По чашкам Темной Струей, Уже Душистый Чай Бежал, И сливки Мальчик Подавал. Татьяна Пред окном Стояла, На стеклах Хладная Дыша, Задумавшись Моя душа. Прелестным Пальчиком Писала На отуманенном Стекле Заветный Вензель О, Да, Е. И между тем Дыша в ней Ныла, И слез был Полон томный Взор, Вдруг топот, Кровь ее Застыла, Вот ближе, Скачу И на двор, Евгений, Ах, И легче тени, Татьяна прыг В другие сени, С колеса на двор, И прямо в сад Летит, Летит, Взглянуть назад Не смеет. Мигом обижала Куртины, Мостики, Лужок, Аллею к озеру, Лисок, Кусты сирен Переломала, По цветникам Летя к ручью И задыхаясь На скамью Упала. Здесь он, Здесь Евгений, О, Боже, Что подумал он? В ней сердце Полное мучение, Хранит надежды Темный сон, Она дрожит И жаром пышет, И ждет, Не идет ли, Но не слышит, В саду служанки На грядах Собирали ягоду В кустах И хором По наказу пели. Наказ основанный на том, Чтоб барской ягоды Тайком Устал, Лукаво Не ели И пением Были заняты Хотя из сельской остроты. Девицы, Красавицы, Душеньки, Подруженьки, Разыграйтесь, Девицы, Разгуляйтесь, Милые, Загляните, Затяните песенку, Песенку заветную, Заманите молодца, К хороводу нашему, Как заманим молодца, Как завидим издали, Разбежимся, Милые, Закидаем вишенем, Вишенем, Малиной, Красной смородиной, Не ходи подслушивать Песенки заветные, Не ходи подсматривать Игры наши девичьи. Они поют и с небрежением, Внимая звонкий голос их, Ждала Татьяна с нетерпением, Чтоб трепет сердце в ней затих, Чтобы прошло ланит пылание, Но в персях тоже трепетание, И не проходит жар ланит, Но ярче, Ярче лишь горит. Так бедный мателек и блещет, И бьется радужным крылом, Плененный школьным шалуном. Так зайчик возиме трепещет, Увидев вдруг издалека В кусты припадшего стрелка. Но наконец она вздохнула И встала со скамьи своей, Пошла, Но только повернула в аллею, Прямо перед ней, Блистая взорами Евгений, Стоит подобно грозной тени, И как огнем обожжена, Остановилась она, Но следствие нежданной встречи, Сегодня, милые друзья, Пересказать не в силах я. Мне должен после долгой речи И погулять, И отдохнуть, Да кончу после как-нибудь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok